Продолжение следует... 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 знаковой личности в отечественной истории, в нашей православной вере и в русской культуре, духовного лидера староверов, протокопа Аввакума. Своё приветствие я хотела бы начать с цитатой главы Русской Старообляческой Церкви митрополита Корнилия. Зачитаю. «Значение и Новгорода, и исторической Новгородщины для истории и культуры староверия трудно переоценить. Именно здесь, в стенах Святой Софии, в 1650 году Никону, еще до его патриаршества, восставшим народом было предъявлено первое обвинение в порче старины. И, несмотря на все притеснения, здесь доселе сохранились устои новгородского вечевого народоправства и общинной самоорганизации. Безусловно, дорогие друзья, тема старообрядчества, сохранение его традиций, остается одной из важных и актуальных тем культурной и научной жизни Новгородщины. Ведь Новгород, как я уже отметила, и новгородские земли с первых лет раскола являлись одним из значимых центров российского старообрядчества. Сегодня жизнь староверов на Новгородщине активна. Действуют старообрядческие храмы, проходят научные конференции, издаются статьи и книги. Не так давно вышел диск духовных стихов староверов новгородской земли. Проходят различные выставки, книжные, фотовыставки, мультимедийные выставки по истории и культуре старообрядчества. И, конечно, я не могу не сказать об интересном туристическом объекте, который есть на Новгородщине. Он был открыт в 2011 году. Это удивительный интерактивный музей «Староверческое подворье», который находится в деревне Лякова Крестецкого района. И это не случайно. Ведь крестцы являлись и сегодня являются крупным центром новгородского староверия. Но говоря о юбилее, о вакууме, который мы отмечаем в этом году, я отмечу, что такая знаковая дата отмечается в нашей стране в соответствии с указом президента Российской Федерации. Для нас важно, что Новгородская область входит в федеральную повестку основных юбилейных мероприятий. Сегодняшняя конференция также проходит в рамках федерального плана мероприятий. Говоря о регионе, также отмечу, что у нас сформирован и утвержден региональный план мероприятий. И в него вошло 80 событий. Однако большое количество мероприятий проходит и за рамками плана. И это не может не радовать, потому что свидетельствует о важности и актуальности темы как личности протопопа о вакууме, так и истории старообрядчества в целом. Некоторые мероприятия были проведены, к сожалению, из-за сложившейся эпидемиологической ситуации в интернет-формате. Но я уверена, что от этого они свои значимости не потеряли. И в заключении хотела бы отметить, что мне, даже лично мне, очень радостно, что наши учреждения культуры, учреждения образования области тесно сотрудничают со старообрядческой церковью. У нас налажено хорошее взаимодействие с отцом Александром Панкратовым. Он поприветствует вас чуть позже. С председателем правления Новгородской старообрядческой поморской общины Алексеем Безгодовым. К сожалению, он не мог быть на нашей конференции по состоянию здоровья. Я рада, что, несмотря на все сложности, на все ограничения, на такую не совсем хорошую ситуацию с пандемией, наша конференция состоялась. И я уверена, она обязательно внесет полезный вклад в расширение и укрепление межрегионального сотрудничества. Даст новый толчок, новый стимул для более детального исследования прошлого и настоящего. Одного из самых значительных религиозных движений российской истории. Я благодарю всех вас за участие в конференции. Благодарю организаторов конференции за то, что она состоялась. И желаю вам, конечно же, активной работы, продуктивных дискуссий и новых открытий. Благодарю вас, Надежда Николаевна. Вам слово передаю. Спасибо, спасибо. Дорогие друзья, действительно, к сожалению, спасибо. Алексея Александровича Безгодова не будет, но Илья Мельников прочтет его приветствие. Пожалуйста, Илья. Уважаемые коллеги, друзья, к сожалению, уже было сказано, Алексей Александрович прийти не смог, но все нормально. Вот он ждет с минуты на минуту результатов теста. Но решил не рисковать, чтобы, мало ли, чего, чтобы все было хорошо и все мы были живы-здоровы. От лица Новгородской, Поморской, Старобрядческой общины приветствую всех собравшихся. Отрадно видеть, что уже второй год подряд Великий Новгород собирает исследователей старобрячества. В прошлом году, возможно, многие из вас помнят, в сентябре проходила конференция, посвященная культуре староверия Северо-Запада, собравшая исследователей как из России, так и из стран ближнего зарубежья, прежде всего из Прибалтики. Проводилась эта конференция совместно с Новгородским музеем-западоведником, совместно с Новгородской старобрядческой поморской общиной. На сей раз в этом году нас объединила память страдальца за старую веру протопопа Аввакума. Фигура протопопа интересна не только старобрядцам, но и широкой научной общественности, что подтверждается новыми исследованиями в области изучения наследия Аввакума. В каком-то смысле фигура протопопа может считаться символом стойкости перед различными невзгодами, которыми в том числе был богат в текущий год 2020-й, уже уходящий. Несмотря на все трудности, надеюсь, что это мероприятие станет далеко не последним в числе прочих, посвященных староверию, и Великий Новгород вновь соберет гостей из разных регионов России и зарубежья, чтобы они могли обсудить насущные вопросы старобрядоведения. Очень приятно видеть на этой конференции гостей не только новгородцев, но и гостей из других регионов. И также очень отрадно, как отмечает Алексей Александрович, видеть, что исследователи из районов также подключились к работе этой конференции. И, возможно, мы услышим совершенно новые сведения, новые данные непосредственно с места, что называется. Председатель Новгородской Поморской Старобрядческой общины, член Российского Совета Древнеправославной Поморской Церкви Алексей Александрович Безгодов. Вот такое небольшое послание. Спасибо, Илья. Будем надеяться, что все будет хорошо. Раз, раз. А, включено. Включено, да, дорогие друзья. И слово для приветствия я бы хотела передать отцу Александру Панкратову, настоятелю общины Русской Православной Старобрядческой Церкви. Уважаемые участники и гости конференции, позвольте вас поздравить с сегодняшней памятью святого пророка Аввакума и также тезе именного ему, священномученика и исповедника Аввакума и же за древнее благочестие пострадавшим. Позвольте также поприветствовать вас от лица общины Русской Православной Старобрядческой Церкви города Великий Новгород. Научные мероприятия, тематически связанные со старобрядчеством, за последние годы проводились в Великом Новгороде неоднократно, что, конечно, естественно для нашего города одного из всемирно известных центров изучения истории и культуры Древней Руси. Мы просто не можем остаться в стороне от исследования того явления, которое выдающийся словист Сергей Александрович Зиньковский назвал самым значительным религиозным движением в истории русского народа. Старобрядчество традиционно рассматривается изучающими его во всем богатстве и многогранности своего духовного и культурного наследия. Звучат доклады и сообщения, повествующие о непростых, зачастую трагических исторических путях староверия, о сохраняющихся в этой среде духовных, культурных и бытовых традициях, о церковном и народном искусстве старобрядцам, укорененном в древнерусском наследии. Нынешняя же конференция имеет особенное своеобразие. Она посвящена 400-летию со дня рождения святого священно-мученика и исповедника Аввакума, выдающегося духовного деятеля раннего старобрядчества, великого писателя, одного из основоположников российской словесности. И хотя, по имеющимся данным, протопоп никогда не бывал здесь, его внутренняя, глубинная связь с нашим городом, его особым, восходящим, пожалуй, к вечевым временам духом, не подлежит ни малейшему сомнению. Велика новгородская старина, хранившаяся в местных храмах и монастырях, древние церковные книги, иконы и иные реликвии, многократно упомянуты в староверческой полемика апологетической литературе. Впоследствии образа именно новгородских писем почитались многими старобрядцами как лучшие. В XIX-м начале XX веках собиратели-староверы вместе с представителями академической науки начали вводить их в широкий общественный оборот. После провозглашения в России веротерпимости в 1905-м древненовгородское церковное зодчество стало одним из основных образцов для активного тогда староверческого и не только храмоздательства. На все еще очень обширных, в XVII-м, первой половине XVIII столетия новгородских землях, включавших практически весь российский северо-запад, возрастали такие известные старобрядческие деятели, современники и ближайшие продолжатели дела Аввакума, как преподобные Иовлиговский и Тихвинский игумен Досифей. Существовали духовные центры староверия, в частности, пресловущая Выговская пустыня. Обильно обогрилась новгородская земля и кровью страдальцев за древнее благочестие, епископа Павла Коломенского, Соловецких иноков и многих других. Да и сами Аввакум с братьей приняли мученические венцы в огне на земле, который в столице ведал новгородский приказ. Искренне надеюсь, что на заседаниях начинающегося научного форума новгородский акцент истории и культуры старобрядчества, лишь обозначенный выше, будет раскрыт максимально полно и всесторонне. Выражаю глубокую признательность всем, благодаря кому конференция была организована. В особенности Министерство культуры Новгородской области, а также руководству и сотрудникам Новгородской областной универсальной научной библиотеки Новгородского музея-заповедника и университета имени Ярослава Мудрого. Эти совместные усилия показывают, что вопреки расхожему мнению, старобрядчество, несмотря на его отличие от массового современного общества, а также разделенность на согласие, вовсе не способствует расколу, а напротив весьма способна объединять. Да благословит Господь предстоящие благие труды. Спасибо. Спасибо. Дорогие друзья, произошло чудо, и Алексей Александрович Безгодов пришел. Вы хотите что-то добавить? Потому что Илья поприветствовал. Вы явитесь просто публике, что вы здесь. Буквально несколько слов. А вот, вот, столовая. Рад всех приветствовать. Так у меня, знаете, так сложилось. Что все, как говорится, решается в последний момент. Но, как говорится, сколько уже можно болеть. Надо пора и уже выздоравливать. Вот. Рад, конечно, всех приветствовать. Кто смог приехать, особенно издалека, из других городов. Рад, действительно, великий Новгород, я бы сказал, незаслуженно был обойден многие годы вниманием именно по теме старообрячества. Потому что, действительно, край очень богатый по ее истории. Вернее, история старообрячества в Новгородской области очень богата. Вот. И здесь, конечно же, для исследователей просто какой-то вот колондайк, можно сказать. И очень удивительно, что до сих пор очень мало, не только внимания уделялось исследователями местными и не местными теме старообрячества. Но и научные форумы здесь, в общем-то, практически не проводились. Вот мы проводили в прошлом году конференцию. Вот в этом году, надеемся, чтобы мы, конечно, не так часто, но все-таки более регулярно начнемся. Проводить такие конференции, вот, постепенно все-таки вот возрождая такое исследование и старообрячество здесь на Новгородской земле. Вот. Не буду долго уже отнимать времени, действительно, уже за меня вам сказали, но рад приветствовать от имени Поморской общины Великого Новгорода. Вот. У нас сегодня должны еще подъехать представители, да, по-моему, будет, не будет, не знаю. Должны подъехать, да, из Крестец, где сейчас, кажется, храм большой строится. Вот. Ну и, говорю, рады еще раз приветствовать всех участников. Надеюсь, что будет работа плодотворная, что действительно много чего интересного мы услышим и узнаем нового. Вот. Тем более, действительно, за последние буквально пару лет очень много было очень интересных, в общем-то, открытий по теме и старообрячества здесь сделано. Ну и мы стоим реально на пороге очень-таки очень больших интересных работ. Спасибо. Спасибо. Спасибо, Господи, всем, да, за предстоящую работу. Спасибо. Дорогие друзья, да, включен, Натамаш. Дорогие друзья, мы плавно, если не возражаете, переходим к пленарному заседанию. Я предоставляю слово Дарье Борисовне Терешкиной. Нужно боесть побеседовать, а вакуум как коммуникативная личность в своем житине. Сразу скажу, что я буду говорить о вакуум по нестарообрядческой научной традиции, поэтому прошу простить меня. В юбилейные торжества можно сказать о личном. Мой путь в филологии определил протокоп о вакууме. Историю древнерусской литературы на первом курсе нам читали перед фольклором, вопреки учебному плану. Случись иначе, может быть, не таким сильным было бы воздействие на меня о вакуумовского бяканья, но совершенно необыкновенный язык его. И почему-то ключевое слово «чудно» именно с юбил свече, которое нас поразило совершенно, прорезал все существо, дошел сквозь века, словно сказанные слова протокопа были именно тебе, как будто он говорит с тобой. Так, не загаданно на долгие времена, просто и властно простерлось горячее слово вакуума в наши дни. А сейчас мы празднуем 400-летие со дня рождения его. Коммуникативная личность – новомодный термин. Он предполагает многообразные свойства личности, обращенные к миру и осознающие свое место в нем. В узком смысле коммуникативная личность – устойчивая система социально значимых свойств и качеств, характеризующих индивида как субъекты социальной коммуникации, социального актора, деятеля. В совсем простом толковании этот человек способен находить общий язык со всеми людьми в любой ситуации, независимо от статуса коммуникантов. Оставляя за рамками нашего разговора прочие детали теории коммуникации, примем за основу тезис о том, что суть Аввакума как личности в оставшихся от него писаниях составляет его тотальная обращенность к миру и ко всему в этом мире. Это, по наблюдениям других исследователей, прослеживается и в его сочинении и снискании и собрании о божестве и о тваре, и, несомненно, в посланиях протопопа и, прежде всего, в житии Аввакума им самим написано. Житие как жанр ставит в центр внимания повествование человека. Житие как автобиография, а у Аввакума как исповедь, становится высшей формой выражения человеческой личности. Именно поэтому протопоп Аввакума как коммуникатора лучше всего рассматривать именно по житию. В характеристике Аввакума автора и собеседника важно выделить две составляющие особенности его коммуникации. Первое – это приемы, при помощи которых автор вступает в общении. Еще первые комментаторы Жития писали о необыкновенном стиле Аввакума, о многомерном его языке. Говоря о сочинении «Снискание и собрание о божестве и о тваре», исследователь Чедаева пишет, цитата, «Аввакум с помощью языковых средств императива и вопросительных предложений поддерживает непрерывную коммуникацию с читателем, что делает текст интенсивным коммуникативным актом», а не цитатой. В Житии формы обращения к читателю оказываются гораздо более богатыми. Это не только повелительные наклонения и многовариантные вопросительные конструкции – риторические, прямые, эмоциональные, логические, но и риторические восклицания, например, «что о том много говорить», являющиеся одновременным обращением к читателю, миру и самому себе. Это логические переходы, которые у Аввакума никогда не бывают собственно логическими, они всегда сопряжены с эмоциональным посылом. Таковы они в цитатах «снова к прежнему возвратимся», «нужно было побеседовать», «полно о том стану снова про даурское бытие говорить», «полно мне про детей тех говорить», «стану снова про себя сказывать» и так далее и тому подобное. Зачастую логическое завершение какого-либо периода текста становится не просто логически-композиционным выводом, а ситуативной проповедью, звучащей как афоризм или заклинание. Знаменитое выражение «так я, протокоп Аввакум, верую, так исповедуюсь, тем живу и умираю». Знаменитое вяканье встречается у Аввакума как собственной оговорки про то, что он пускается в воспоминания или отходит от темы, увлекается рассказом. Цитата. «Ну, старец, моего вяканье много, ведь ты слышал». Или «однако уж развякался, поведаю вам историю». Коммуникативная стратегия Аввакума многовариантна. От проповеди он переходит в балагурство, за душевные беседы, бесхитростному рассказу, вдохновенному повествованию о свершающемся на его глазах чуде. Композиция «Жития Аввакума», как известно, непоследовательно. Она представляет собой серию эпизодов, каждый со своей драматургией и даже стилем. А потому «Все житие» – суть один большой исповедальный рассказ своему слушателю, сказанный, может быть, в одну долгую зимнюю ночь, верно перед очередным смертным испытанием. В этом большом рассказе о себе и тех, с кем сводила его судьба, у Аввакума есть особняком стоящие эпизоды, в которых акты коммуникации становятся единственным определяющим смысл происходящего. Знаменитый эпизод с кающейся грешницей, когда Аввакум сам соблазняется рассказываемым до такой степени, что приходит в полное расстройство и отказывается иметь духовных детей, выдает не просто сокровенные мысли протокопа и редко кто может похвастаться такой степенью откровенности в исповеди о собственном грехе, а показывает, в какой степени проникающим своего собеседника коммуникантом был Аввакум. Он не просто слушал, он вживался в то, что слышал, а это первый признак коммуникативной личности. Несомненно, это было дьявольское искушение, но не подвергается ли ему каждый человек, встречающийся со грехом? И насколько сильным было раскаяние Аввакума, что тоже выказывает в нем человека, для которого суд людской, мнение дорогих ему людей важно для него. Как ищет он в мире в поддержке своим слабым, это у него-то слабым, силам. Люди для Аввакума важны не только как собеседники, а как помощники в его трудном пути, и в этом он открыт миру. Это ставит его в один ряд с собой и даже выше себя, не дерзая вознестись над ним и людьми. Именно поэтому таким важным оказывается сон, приснившийся Аввакуму после его горячего порыва отказа от духовничества, когда привиделись ему умершие его дети духовно и укрепили его, призвали продолжать Богом данное дело. Есть в коммуникативном поведении Аввакума другая стратегия – отказ от коммуникации. Это происходит как осознаваемый импакт волевого и важного для него отказа от общения. «Когда его мучители мучили и истязали, Аввакум не говорил с ними, ибо были они под бесовским наваждением. Говоря с ними, Аввакум говорил бы с дьяволом. В момент собственных мучений Аввакум говорит только с Богом, молится ему». В другой раз Аввакум отказывается от общения с человеком во имя спасения его души. Поссорившись с бояриней Евдокии Кирилловной, в отсутствие Аввакума обратившийся к Шептуну, чтобы тот исцелил ее дитя, Аввакум не простил ее за это сильно на его взгляд прегрешение, и не против него грешного, а против силы Христовой молитвы». Дальше я зачитаю достаточно пространную цитату, поскольку пересказывать почти невозможно. «Младенец пуще за ним мог, рука и нога засохли, чтобы ташки. Сметение боярыня пришла, не знает, что делать, а Бог пуще угнетает, ребенок кончаться стал. Пестуны, приходя ко мне, плачут, а я говорю «Коли, баба, лиха, живи же себе одна». А ожидаю покаяния ее, вижу, что ожесточил дьявол сердце ее, припалка владыки, чтоб образунул ее». Потом пришли к нему еще одни просители, а он лежал на печи и все отказывался помогать. Потом и больного принесли и положили передо мной, плача и кланяясь. Я же, встав, добыл, в грязи и Петрахиле масло священное нашел, помолив Бога и покадив, помазал его маслом во имя Христова и крестом благословил. Младенец же и здоров стал по-прежнему с рукой и с ногой по Божьему умановению. Я, напоив его водою, к матери послал, наутро прислала боярня пирогов до рыбы и с тех пор помирились. «Воехав из Даурии, умерла миленькая в Москве, я и погребал ее в Вознесенском монастыре». Смена отношения Аввакома к своему собеседнику стремительна – от проклятий до высшей степени нежности и прощения. Очень часто это облекается в прекрасную в своей непосредственности иронию. Будучи зван к себе раскаявшимися вчерашними своими обидчиками, Авваком восклицает «Чудно, да, ведь я был бляден сын и вдруг батюшка». Во взаимодействии с другим человеком Авваком настолько эмоционален, что очень часто применяет физическую силу в виде аргументов. Сам он признается «драться лихой, как рассержусь». Однажды расправился с собственной женой и ее помощницей, а потом долго вымаливал у всех прощение, заставив себя бить каждого входящего. Темпераментный до предела Авваком у всех вокруг заставлял испытывать высшую степень напряжения всех сил. У Аввакома в принципе не было проходящих актов коммуникации. Любая его встреча с человеком становилась актом воплощения божественного в людских отношениях или поверялась в имя. Основные приемы диалогизации повествования реализованы в житии в обращении к реальному и представляемому читателю. Второй важнейший после приемов аспект характеристики протокопа Аввакома как коммуникативной личности – это анализ того, с кем и с чем Авваком общается как с собеседниками. И если в стиле Авваком в какой-то мере находится в русле демократической литературы XVII века, несомненно, с непревзойденной своей индивидуальностью, то в многообразии своих коммуникантов Авваком стоит вне всяких сравнений и уподоблений. Авваком общается со всем миром, с каждой былинкой в нем и со всеми равна вне зависимости от их статуса и официального положения. Общается как со своими близкими в расчете на то, что его поймут не только собеседники, но и те, кому он о них рассказывал. В этом сонме собеседников есть иерархия, но она условна, ибо по Аввакому дух веет где хочет. Протокоп находится в постоянном общении прежде всего, конечно, с Богом, Богородицей, небесными силами. И это не просто ежечасные молитвы на себя, за других. Это постоянное ощущение присутствия Бога, помогающего, благословляющего, испытывающего. На Бога возроптал Авваком после страшного избиения Пашковым и сразу осекает себя, ибо Иев праведный без вины терпел, что уж говорить о нем грешно. Но и вообще не с Богом Авваком не изменяет себе. Бог для него тоже собеседник. Ему, как близкому и старшему учителю, протокоп объясняет, как его именуют люди, не умеющие одним словом выразить все величие Господне. Общается протокоп со своими духовными детьми напрямую, наставляя, поучая, вселяя веру и силы, и укрепляя в испытаниях. Через видения и сны, испытывая с ними сильнейшую духовную связь. Общается Авваком со своими врагами и противниками. Но именно с людьми, а не дьяволом в их обличии, по правилу, с грехом ссорясь и с грешником мирись. Он творит над врагами чудеса исцеления, благотворит стражникам, пишет Пашкову писанице, где многонько написано, пытаясь изъяснить ему свое мировидение. Кричит ему в страдании, когда Пашков разбивает его. Полно бить-то! С сыном Пашкова Еремеем у Аввакома была сильная духовная связь. Еремей много раз спасал Аввакома от отцовских пыток, а протокоп молился за него, и чудеса с Еремеем совершались. Еремею приходилось быть между двух огней, и замечательный полилог, тройной полилог между ним, Аввакомом и Пашковым. И здесь нужно пересказать немножко, поскольку в один из дней, когда Еремей был в отлучке, Пашков отец затеял пытку Аввакому. Запалил огонь, и Авваком готовился уже к верной смерти. И дальше цитата. Чудо! Еремей, сам друг, дорожку едет мимо избы моей, и их позвал и воротил мучителей моих. Пашков же, оставив за стены, к сыну своему скрученный, как пьяный, пришел. Когда ему Еремей все подробно рассказал, какое чудо с ним случилось по молитве Аввакома. Когда отцу рассказывает, я в то время пришел поклониться им. Пашков же, возведя очи свои на меня, вздохнув, говорит, так-то ты делаешь, людей тех сколько погубил. А Еремей мне говорит, батюшка, поди, государь, домой, молчи ради Христа. Я и пошел. Десять лет он меня мучил. Или я его, не знаю, Бог разберет. Конец цитата. Судьбы противников оказываются соединены сильнее, чем друзей. А человеческое торжествует над идеологией. Общается Авваком с отцами церкви, причем запросто, а не просто цитатами. Тешит нас тот же Дионисий Ариапагит, например, говорит он. Вступает в прямое общение Аввакома с государем через послание и воочию по возвращению в Москву. И с ним он, как с простым человеком, над которым воля Господня и силы которого так малы, как бы ни было власти, но над Аввакомом. Говорит Авваком с самим собой, всегда, когда думает, когда один и говорит не с кем, когда забывается и осекает сам себя. А то смотри Авваком, и ребенка ты хуже. С мертвыми Авваком говорит, не только духом к ним приближаясь, молясь к ним, но и буквально. Полон великой любви рассказ о больном стрельце, жившем с Аввакомом в одной тюремной келье больше месяца. Исцеление бесноватых было не единожды в долгом житии Аввакома, но этот случай особенный. Цитирую. И дальше он много рассказывает про то, как он его кормил, как заставлял молиться, как усмирял его бесноватого. «Жил он со мною с месяц и больше, перед смертью образумился. Я исповедал его и причастил, он же после того и приставился. Я гроб и саван купил и велел у церкви погребсти его и сорока уст по нем дал. Лежал у меня мертвый сутки в тюрьме. Я ночью встав, Бога помолю и его мертвого благословлю и поцелую с ним. И опять лягу подо него спать. Товарищ мой миленький был, слава Богу, осен. Нынче он, а завтра я, так же он был». Конец цитаты. «Для Аввакома не было различий в степени близости и родства находящихся на его пути людей. Месяц, знавший Кирилла Стрельца как бесноватого больного, проводивший его в последний путь, Авваком явил к нему столько любви, сколько не видят иные родные по крови люди. Любовь во Христе была главной заповедью Аввакома, без всякой проповеди делом и смыслом жизни». Собеседниками Аввакома, открытого миру без границ и преград, становятся божьи твари. Курочка, дававшая по двое яичко в день в самое страшное время испытаний семьи Протокоповой. Авваком рассказывает родословную курочке, которая для него тоже была живой душой, причем освященной. Собачка в братском остроге, приходившая к Аввакугу, который сам, как собака, на сене лежал. Цитата. Что собачка в соломе лежу на брюхе, на спине это нельзя было. Когда покормят, когда нет. Я ж прямо-таки как собака, так и ем. Щелка в стене была. Собачка ко мне каждый день приходила, чтобы поглядеть на меня. Как лазарю на гноющую врат богатого псы облизывали гной его, отраду ему творили. Так и я со своей собачкой поговоривала. Сидя в яме, говорила Аввакум с мышами, сверчками и тараканами. Никто не приходил к нему, и это было страшным испытанием. Цитата. И сидел я три дни, не ел, не пил, во тьме сидя, кланялся на цепи, не знаю, на восток или на запад. Никто ко мне не приходил, только мыши и тараканы, и сверчки кричат. И блох довольна. Конец цитаты. Жители маленького скрытого человека в обычное время мира становятся собеседниками Аввакума, которого бог не оставлял даже тогда, когда, казалось, жизнь закончилась. Жизнь всюду, где есть бог. Мелкие твари господни становятся спасителями Аввакума, его сожителями в этом мире. И именно в этот момент бог посылает обессиленному Аввакуму кого-то, ангела или человека, что принес штец похлебать, взяло привкусный хороши. От тараканов до ангела в этом мире – один шаг. Система координата Аввакума не двух- и не трехмерна. Она множеством лучей пронизывает мир бесконечными связями, в которых нет преград между земным миром и небесным, видимым и духовным. Его душа подобна плазме, вокруг которой все претерпевает внешнее и внутреннее преображение. Религию это, как известно, связывало. И если определять религию Аввакума, то это прежде всего вселенская связь всего сущего. Огненный протокоп, общаясь с нами и сейчас, простирает голос свой, как мост через бездну, через века и национальное разобщение. Сейчас передаю слово Морозовой Надежде Афанасьевне, доктор гуманитарных наук, ведущему научному сотруднику Института литовского языка «Вильнюс Литва». С докладом выступит староверие в Ряпинской мысе и Северском уезде. Да, да, да. Мы рады приветствовать вас. Надежда Афанасьевна, слышно вам? Я вас слышу, а вы меня? Да, мы тоже отлично слышим. Вам слово передаем, представили вас уже, очень приятно. Спасибо большое. Добрый день, уважаемые коллеги. Я очень рада вас видеть и приветствовать сегодня из Вильнюса и поделиться с некоторыми своими новыми находками, которые в какой-то мере связаны и с новгородской землей тоже. Для меня было небольшой неожиданностью, что доклад оказался на пленарном заседании, поскольку он касался таких, скорее, не столь общих, а частных вопросов. Но я постараюсь каким-то образом разрулить эту ситуацию и сделать это более общим. Итак, сначала несколько таких вводных замечаний. И что касается вообще вот этого региона, о котором пойдет речь, поскольку он, в общем-то, близок новгородской земле, но все же находится немножко западнее от нее. И, во-первых, в XVIII веке, как известно, на территории Речи Посполитой сформировалось два крупных старобрядческих центра. Это известный Ветковский и Поповский регион и северо-восточная часть польско-литовского государства, в которой было сосредоточено беспоповское и федосеевское население. Первые староверы на территории Речи Посполитой появились сразу же после раскола русской православной церкви во второй половине XVII века. Когда сторонники древнего благочестия с северо-западных регионов России устремились в соседнюю речь Посполитой, вассалом которой тогда была также Курляндия, и также в северо-восточные балтийские владения Швеции, которая в 1921 году, после подписания нештатского мира, отошла к России. Таким образом, староверы опять же оказались уже в составе Российской империи. В результате вот этого непрекращающегося наплыва иммигрантов из России в течение всего XVIII века, по разным оценкам, только в Речи Посполитой могло проживать до 180 тысяч человек, то есть это действительно огромное количество людей. В XVIII веке в истории беспоповского староверия российского северо-запада и Речи Посполитой ознаменован полемикой с представителями выговского общежительства по вопросам о титре Христовой, отношению к новоженам и браку в целом, молении за царя и некоторым другим. И только в первой половине XVIII века в северо-восточной части польско-литовского государства было организовано не менее шести федосиевских соборов. И здесь хочу отметить, что четыре собора, значительных собора из этих вот шести были организованы на территории современной Псковской области, то есть непосредственной близости от Новгорода. Это, во-первых, Яблонец, Давыдово, деревня Обитель и Голубово. Все эти населенные пункты тоже достаточно компактны, и сейчас находятся, то есть сейчас они не сохранились, но раньше были расположены на границе между современным Северским и Неверским районами. Кроме того, восточно-балтийские владения Швеции, особенно территория будущего Дербского уезда в истории федосиевства, известны прежде всего тем, что в 2010-х годах на Чудском побережье в Ряпиной и Мызе существовала знаменитая Ряпинская обитель, авторитетный центр раннего федосиевства и, возможно, такой один из именно организованных центров, в отличие от значительного количества разрозненных поселений. В 2010 году вблизи Ряпиной и Мызе, шведская Олимпляндия, федосиевцы основали свою обитель, и в ней, вероятно, ее окрестностях было сосредоточено около двух тысяч человек. Руководили обитель Евстрат Феодосиев и его дяди Егор. Ряпинская обитель процветала до 1919 года, когда по ложному доносу в нее прибыла российская воинская команда. И тогда Евстрат Васильев и его ближайшие единомышленники бежали в Речь Посполитую, поскольку там древнеправославные законы содержатся и пришельцам воли Даяшесы. А в 1922 году ряпинские скиты были окончательно уничтожены. История старообрядческих поселений на территории Ряпинской мызы после разорения обители практически не изучена. И некоторые данные о старообрядческих деревнях приведены в работе Старицына. Он называет на основании изучения архивных документов следующие населенные пункты. Это Тошковичи, Ребери, Измены, Шульгино, Лыбовка и Парма. А также деревни, известные теперь старообрядческие центры Воронья, теперь православная деревня Кириллина. Кроме того, Ольга Равнова недавно обнаружила, что старообрядцы жили также на побережье Теплого озера, это уже юг Эстонии, Ольга Равнова, это деревня Березья. Но недавно мне удалось найти интереснейшие материалы по истории староверия в данном регионе в одном следственном деле по доносу крестьянина Степана Иванова на принадлежащих просколу крестьян Ряпиной Мызы Дербского уезда Михаила Федорова, Емельяна Лукьянова и других, а также об учителях их Евстрате Феодосиеве, Иване Педре и других. Это дело хранится в Российском государственном архиве древних актов в фонде дел тайной канцелярии и Преображенского приказа. Это объемное дело почти 500 листов и содержит документы 1741-1744 года, касающиеся вот в сути заявленной в названии документа. Суть этого уголовного в своей основе дела состоит в том, что осенью 1941 года староверы деревни Ребери, кстати, деревню так и не удалось надежно отождествить в Ряпинской мысе Дербского уезда, Степан Иванов, некий Иван, его фамилия не указана в деле, и Василий Сергеев во время рыбной ловли на Чудском озере повздорили из-за того, что Василий Сергеев потребовал у Степана отчасти денег, которые, по словам Иванова, пропали у Сергеева во время их возвращения из совместного переезда в Польшу в Ряпину мысу. Василий хотел побить Степана, и тогда Иван, который потом сбежал, столкнул Василия в воду, и несмотря на мольбы Василия, Степан и Иван все-таки утопили его. Степан был схвачен, отправлен под караул в Дербский ландерский суд и приговорен к смертной казни. То есть это вот такая, в общем-то, уголовная история, которая дальше развивается уже в направлении истории староверия в этом регионе. Приговор должны были произвести в исполнении 27 ноября 1941 года, однако за несколько дней до этого Степан Иванов сообщил сперва словесно, а потом и поданным в Дербскую экономическую канцелярию доношением, о том, что он хочет, о том, что у него есть важная информация о крестьянах деревни Измене Емельяне-Лукьянове и деревне Вере-Горы, Михаиле Федотове и его сыне, о том, что они содержат раскольничественную веру и имеют при себе печатные и письменные книги, в которых немалое зло изображено. И что знает он Иванов, заонами-крестьянами, важное дело по первому пункту. Первый пункт, объяснить, наверное, нужно, это преступление против государя. И также, по свидетельству Степана Иванова, он и крестьяне имеются в потаенном расколе и по раскольническому своему суеверию церковь святую называют римским костелом и разбойничественными пещерами, а тело и кровь Христову телом и кровью звериною. За здравие ее императорского величества Бога не молят и приходящих к ним правоверных перекрещивают и прочих тайностей церковных разными хулениями произносят и не признают, о чем в имеющихся у данных крестьян старопечатных и письменных книгах пишется. И далее он признается, что он хорошо разбирается в том, что он постепенно учения староверов, потому что сам перешел в староверие, когда он жил в Польше, в Полоцком уезде, в деревне Жалобно. То есть это еще одна известная деревня старообреческая в этом регионе. И он был перекрещен в староверие. Еще одним малоизвестным пока деятелем федосеевского староверия в данном регионе это Иваном Ивановичем Бедрой. И он тоже являлся раскольником. То есть Степан Иванов говорит о себе, что он исповедовал староверие, в церковь святую не ходил, отца духовного не имел, святых тайн никогда не сообщался, сонными крестьянами в согласии жил, поскольку был в том же самом вере и никогда на них раньше не доносил, потому что дружил с ними и ничего плохого о них сказать не мог. И точно так же он заявляет, что о других, ни о ком другом, кроме заявленных трех человек, он никаких подробностей и важных дел сообщить в канцелярию не имеет возможности. Дальше дело развивается следующим образом. Поскольку, хотя по закону, приговоренного к смертной казни, его показаниям доверять, в общем-то, не полагалось, следствие, все же учитывая важность приведенных Ивановым обвинений в адрес его земляков, решило произвести дальнейшее расследование по двум направлениям. Во-первых, о раскольниках Емельяне Лукьянове, Михаиле Федотове и его сыне Андреи. И второе направление, которое нас сейчас как бы мало будет интересовать, это дело о непочтительном отношении к государю солдата Григория Зонова. В результате следствия оказалось, что указанный крестьян очень быстро угодилось найти. Их тоже взяли под караул. У них были изъяты действительно довольно большое количество старопечатных рукописных книг, около 44 в общей сложности, и другие церковные принадлежности. И эти изъятые вещи были доставлены в тайную канцелярию. Протоколы допросов Емельяна Лукьянова, Михаила Федотова и его сына Андрея Михайлова содержат богатый материал по истории староверия в северо-восточной части Речи Посполитой и Дербском уезде. К примеру, из материалов допроса Михаила Федотова следует, что в окрестностях деревни Яблонец, которую я уже сейчас упоминала в этом докладе, и в котором был произведен один из, в общем-то, первый известный федосеевский собор на территории Речи Посполитой, было два федосеевских скита, мужской и женский, о которых ранее не было известно, и которыми руководили Иван Бедро и Потап Максимов, то есть они руководили мужскими скитами, а в материалах следствия указывается, что в женском ските тоже была часовня, и в них служили вечернюю, утреннюю часы, избранные, как сказано в деле, грамотные девки. Сам же, да, и потом выясняется из материала следствия, что вот эти скиты в Яблонце прекратили свое существование или почти прекратили свое существование около 1934 года, когда был объявлен указ императрицы Анны Иоанновны о том, чтобы приглашающих раскольников вернуться в Российскую империю. Вот тогда часть наших фигурантов вот этого дела, в том числе, и, как они пишут, и другие жители этих скитов, в общем-то, вернулись в Российскую империю в разные места, то ли свои прежние места жительства, то ли по другим местам разошлись, и в том числе некоторые из них вернулись, опять же, в Ряпину мызу, то есть, в общем-то, связь с Дербским уездом и Яблонцем, она была, в общем-то, постоянно там. И сразу же после разгрома на Ряпиной мызы, так, и потом часть крестьян вернулась обратно на Побережеческое озеро. Сам Михаил Федотов был родом из Ярославского уезда и был сначала православным, а потом перешел в староверие, когда по дитарковым делам уехал в Санкт-Петербург и там встретился со своим двоюродным братом. Еще один потом же, когда он, будучи в Петербурге, Михаил услышал о Ряпинской обитель и решил перебраться туда, но когда приехал в Ряпино, обитель уже была уничтожена и он поселился в одной из соседних деревень, где была староверие. Тоже жили староверы. Это была деревня Малая Вергузица, которая до сих пор тоже неизвестна как староверие. Это, видимо, нужно идентифицировать с деревней Верхулицы сейчас на границе Эстонии и России. Еще один фигурант это Емельян Лукьянов. Он из Пскова, псковский посадский человек. Он также сообщил, что он крестился в детстве тремя перстами, а потом он перешел в староверие, поскольку его совратил в раскол, как он пишет, некий Григорий Иванович Машанин, тоже пскович. После перехода в староверие в Старобрячество Лукьянов приехал в Гребенскую обитель и полгода прожил там. После разорения жил в разных местах в Речи Посполитой. Одним из его мест была деревня Голюц в Ведетевском уезде, которая также никогда ранее не фигурировала в материалах о староверие поселениях на территории современной Беларуси. Как уже сказала, у указанных крестьян было изъято около 40 старопечатных и рукописных книг, которые были как старопечатные до Николаевских издания, отцов церкви, Евангелия, Псалтирии и так далее, так и рукописные тетрадки, которые содержались в материале, были переписаны разные полемические сочинения, касающиеся истории старопреческой полемики на землях речи Посполитой. Всего в реестре изъятых книг перечислено не менее 11 таких документов. Дальнейшая судьба основных фигурантов этого дела сложилась по-разному. Григорий, ой, прошу прощения, Емельян, Букьянов и Михаила Федотов умерли в тюрьме в период следствия, а сын Михаила Андрей Федотов сначала был сослан в родные места в Рождественский монастырь Ярославского уезда на исправление, расставился и присоединился к господствующей церкви. Главное действующее лицо Степан Иванов, как уже говорилось, присоединился к православной церкви под упрошение о помиловании. Чем закончилась, собственно говоря, вот эта история, то есть был ли он помилован или все же его смертный приговор был приведен в исполнение в материалах дела к сошлению. Нет, возможно, они просто эти материалы, то есть окончательные документы просто не сохранились. Что же важного в общем-то в этом деле мы находим для истории староверия? Во-первых, само по себе материалы дела позволяют установить очень точно социальные связи, которые устанавливали представители староверия на территории Дербского уезда и Речи Посполитой. Оказывается, что когда староверы, вот эти указанные крестьяне и другие, тоже Иван Бедро и Игнатий Трофимов, Семен Сергеев и другие известные в общем-то деятели староверия путешествуют из разных мест, то они, безусловно, едут со своим знакомым. То есть, безусловно, это показывает то, что у староверов были очень точно обозначены связи и они знали о своих в разных регионах. И в этот вот сеть социальных связей, по крайней мере, данного региона и по данному делу прослеживаются, собственно говоря, указанные деревни Дербского уезда, кроме того, деревня Яблонец в Речи Посполитой, деревня Горец, там же Желобно и некоторые другие места. Кроме того, это же дело показывает то, каким образом какие-то наши известные вещи, которые мы знаем только как некую фразу «люди уехали», они начинают обретать плоть и кровь. Например, мы узнаем, что в Ряпинском скете были часовни, там как бы молились, но в других деревнях того же Дербского уезда этих часовен не было, и тогда крестьяне собирались просто по домам, приезжали грамотные люди и служили положенные чины или собирались на беседы и обсуждали печатные и рукописные какие-то книги. Кроме того, мы получаем данные о том, о каких-то подробностях, которые и деятели, и имена, которых мы раньше не знали. Например, на самый конец я хочу сказать о том, что в этом деле все-таки есть некоторое и новгородское присутствие. Скажем, Лукьянов доносил о том, что один из известных деятелей федосеевцев Артемий Алексеев по каким-то данным следствия жил у некого купца Микляева. Скорее всего, это тот же самый Петр Микляев. Это не тот же самый, но кто-то из рода известных новгородских купцов Микляевых. Таким образом, у нас показывается, что следственное дело уголовное на своей основе позволяет определить и уточнить какие-то неизвестные ранее эпизоды социальной жизни, то есть повседневной жизни федосеевского согласия. Кроме того, я не сказала о том, чем еще очень важно это дело, то, что мало того, что это просто событийная канва может быть восстановлена, но в этом деле сохранились копии тех 11 тетрадей полемических сочинений федосеевцев того времени. То есть некоторые из них как бы известны по другим спискам, некоторые, кажется, в общем-то, пока в этом деле сохранились в единственном варианте. Спасибо за внимание. Кажется, я время свое превзошло. Большое спасибо, Надежда Афанасьевна. Большое спасибо. Очень хороший доклад, интересный, много нового. Я думаю, все мы услышали. Сейчас предоставляю слово Ирию Андреевичу Мельникову, кандидату культурологии, научному сотруднику отдела развития Новгородского государственного объединенного музея-заповедника, сотруднику лаборатории этнологии и истории культуры Новгородского государственного университета имени Ярослава Мудрого. Уважаемые коллеги, уже успел поприветствовать, пусть не от своего имени, но тем не менее. Ну вот теперь в свою очередь хочу поприветствовать всех, собравшись. Очень рад, что так много народу, несмотря на вирус, решили посетить, поучаствовать в конференции. У меня тоже, на самом деле, такой, даже не доклад, сообщение, все-таки посвященное немножко частному моменту, в частности, региональной истории старообрядческих сообществ Усть-Ужинского уезда Новгородской губернии. Ну и вообще я хотел бы представить свою книжку, которая вышла недавно. Это не то, чтобы книжка, это такой припринт, потому что сейчас ведется большая работа по изучению истории старообрядческих сообществ в целом Новгородского региона, Новгородской области нынешней, запредельных территорий, потому что понятно, что Новгородская губерния в свое время захватывала и часть нынешней Ленинградской области, и часть Тверской нынешней области и так далее. И история подробно описанная на этих регионах, к сожалению, пока что недоступна, потому что до этого не предпринималось попытки свести всю эту информацию воедино, и она разбросана сейчас в разных архивах. Прежде всего стоит ответить, что в Новгородском архиве очень мало содержится информации на самом деле, хотя казалось бы, но тем не менее Новгородский архив сильно пострадал во время войны, и поэтому документов там очень мало, в основном они касаются либо совсем раннего периода, тоже их немного, либо уже 20 века. А вот то, что касается начала 19-го, второй половины 18-го, начала 19-го века, этих документов крайне мало. И основной их массив сосредоточен, во-первых, в Российском государственном историческом архиве, в Санкт-Петербурге, и также интересный массив документов, сформированный даже в отдельный фонд, хранится в Российском государственном архиве древних актов в Москве. Это прежде всего следственные судебные дела, связанные с различными преследованиями старообрядцев, церковными и светскими властями в 18-19 веках. Ну и вот как раз презентуемая книжка, припринт, можно так сказать, одна из частей большого будущего издания, она знакомит с историей староверов Лостюженского уезда. Это как раз вот здесь Надежда Афанасьевна говорила о связях прибалтийско-новгородских и связях именно федосеевских. А вот Лостюженский уезд, он, это северный, нынешний северо-восточный район, Пестовский район Новгородской области, ну кроме Пестовского района, туда еще часть Псетогорского района Ленобласти входила в свое время часть Лесного и Вышневолодского районов Тверской области, в общем, и конечно же Устюженского района нынешней Вологодской области. То есть это сейчас нынешний север Новгородской области. И там немножко связи северо-восток. И сейчас немножко связи как раз местных старобрядцев и их какая-то конфессиональная активность, она была связана именно с общинами северными старобрядческими общинами, прежде всего Солонецким уездом, Солонецкими старобрядцами и с Ярославским. Поэтому на этой территории были распространены согласия, старобрядческие направления, которые, скажем так, немножко необычны для Новгородской области, потому что Новгородская область в основном фидосеевцы и поморцы. Но вот именно на этой территории также присутствовали старобрядцы странники в начале 19 века. Такой достаточно интересный эпизод. Странники такое радикальное достаточно согласие. И именно на территории Усть-Ужинского уезда в начале 19 века проповедовал переходящий проповедник, скажем так, староверие, странник, который сформировал вокруг себя такую общину, жившую в лесу, очень отдельно, с радикальными взглядами достаточно не отличались, как я и говорил, не признавали государство, не признавали какого-то взаимодействия с окружающим миром Антихриста. Но это такой отдельный эпизод на самом деле. А вот что касается общин филипповцев, это другое, тоже радикальное согласие, то здесь они также существовали в деревнях Брикунова, Гуськи и Карельская Пестова. Эти деревни сохранились до сих пор, сейчас там уже практически никого не осталось, но тем не менее живут потомки старообрядцев, относящие себя к поморскому согласию, они сейчас поддерживают связь с Петербургом, с поморской общиной в Рыбацком и с Новгородской поморской общиной. Но в свое время в этих трех деревнях располагалось несколько маленных, в частности пять маленных было всего в три деревни, в каждой деревне было, в двух деревнях было по две старообрядческие маленные, разных согласий, Федосеевская и Филипповская, и в одной из деревень была только Филипповская маленная. То есть достаточно интересная такая картина, конфессиональная жизнь предстает перед нами, тоже она описывается в этом издание. И кроме того на территории Устюженского уезда и Пестовского района нынешнего существовал еще интересный центр такого народного православия. Это деревня Левково, в которой находилась часовня принадлежавшая, скажем так, которую использовали и старообрядцы и мирские жители, то есть не относившиеся к староверию. В этой часовне находилась чудотворная икона, почитавшаяся как чудотворная Тихвинской Божьей Матери. Такой интересный эпизод, который доносят до нас архивные материалы. Во второй половине XIX века в часовне заведовали старобрядцы, то есть икона находилась в старобрядческой часовне. Но туда могли приходить и все желающие заказывать молебны перед этой часовней, приносить обеты. То есть это такая форма народного почитания, достаточно распространенная на русском севере. Но вот документально проследить такие культы иногда бывает достаточно сложно. А здесь очень, мне кажется, получилось удачно, потому что уже со 40-х годов XIX века известно почитание этой иконы, этой часовни. И уже позже этнографические сведения, сведения этнографической экспедиции Новгородского университета выявили, что эта икона хранилась, ну, вероятно, эта икона, нужно только предполагать, да, точно здесь сказать очень сложно, но, тем не менее, и почиталась как старобрядцами, так и мирскими в равной степени на дому у одной из местных жителей. То есть вот такие вот данные, которые с 40-х годов XIX века, как минимум, до уже 21 века нам попадаются. Ну, и еще, что касается культуры местных старобрядцев, также стоит отметить некое такое богатство источников, которые выявляются все больше и больше по мере ознакомления с этим микрорегионом. И я, забегая вперед, немножко хочу сказать, что при посещении выставки, которая у нас намечена на 15.30, если мы будем живы-здоровы, это закончим вовремя, вот, там как раз можно будет увидеть ряд предметов, которые происходят из маленных деревень Гуськи и Карельской Пестовой. Это очень интересная полудетективная история, здесь тоже она, да, не представлена. В 1843 году по доносу местного духовенства все маленные были закрыты полицией. И они, полиция составила подробную опись икон, которые были сначала изъяты из этих маленных, но потом маленные по упрошению старобрядцами, советскими властями возвращены. Однако уже в конце XIX века вновь по доносу священника Ахонского прихода часть икон была, опять же, конфискована и передана в действующий Ахонский приход села Ахона. И там они просто промежали, провисели и так далее, вплоть до 1960-х годов, когда уже в свою очередь Новгородский музей-заповедник решил посетить вот эту церковь, и ряд икон оттуда был привезен в Новгородский музей. И вот благодаря описям, составленным во время первого изъятия этих икон в 1843 году, появилась возможность идентифицировать эти иконы, иконы из собрания Новгородского музея-заповедника с иконами, перечисляемыми в описи. То есть опись подробная, там с вишками, очень детальная, с размерами указанными, с сюжетами. Получается, что вот благодаря изучению как раз этого региона, Усть-Ужинского уезда бывшего, старобрячества местного, перед нами предстает возможность также познакомиться непосредственно с традицией сохранения древних икон, в том числе иконы из 16-го, 17-го веков, с традицией написания своих икон. Это уже такая, на будущее, скажем так, задел, потому что, согласно документам, один из наставников Филипповской, Маленной местной был иконописцем в живом начале 19-го века, и отряд икон, написанных для иконостасов, этих Маленных, они как раздатируются с началом 19-го века. Это вообще уникальная возможность познакомиться с иконописцами, еще традицией староверия Новгородской области. До этого абсолютно, насколько мне известно, неизученной. Ну и, конечно, что касается 20-го века, то здесь тоже информация представлена, но, как я уже говорил, документов крайне мало, во многом основывались при написании этой работы на свидетельствах, на устной истории местных жителей, которые вспоминают последних наставников, наставниц, живших в этих деревнях, вспоминают о кладбищах, о каких-то святынях местных, локальных. Все это тоже представлено в таком описательном виде, без пока что глубокого анализа, просто для ознакомления всех желающих. Кроме того, здесь в качестве приложения в этой книжке напечатана та самая опись икон, потому что в теории они могут где угодно быть, эти иконы теперь, и, возможно, при работе с выявлением этих памятников в дальнейшем, в других собраниях, возможно, в местных каких-то даже, можно будет опираться на эту опись, потому что, как я уже говорил, она достаточно подробная. Сейчас старообрячество Пестовского нынешнего района, это уже такое явление постепенно, к сожалению, уходящее в прошлое, но по объективным причинам, потому что многие жители местные покидают родные деревни, переезжают в города, но тоже такой любопытный факт, на территории Новгородской области после войны не было ни одной зарегистрированной старообряческой общины, как известно, молились на дому, много где молились, но, тем не менее, все это было нелегально. Вот в Старой Руси, в частности, в пристройке к жилому дому молились, но их постоянно в милиция гоняла. А вот в Пестовском районе, удивительно, но даже в документах, уполномоченном по делам религиозных культов, там фиксируется в деревне Карельская Пестова старообряческая моленная, причем это не просто пристройка в этих домах, она отдельно стояла. И культ верующих, даже записан 20 человек, там, значит, 20-ка, да, но, условно, 20-ка. Но при этом это все было не зарегистрировано и существовало абсолютно нелегально. У меня до сих пор загадка, каким образом это все могли поддерживать, почему это все не закрыли. Хотя, закрыли, закрыли ее уже, ее, ну, условно, закрывали. На самом деле, она работала до, опять же, по воспоминаниям местных жителей, до 80-х годов. То есть, ее уже разграбили. Она пережила даже советскую власть, царя пережила, советскую власть пережила всех. Но вот уже грабителей, да, там, 90-х, конца 80-х годов, когда волна пошла собирать, уже, к сожалению, это маленно не пережила. До сих пор сохранились остатки постройки, тоже фотографии здесь публикуются, то есть, несколько венцов там осталось, но это, к сожалению, все. Вот, собственно говоря, о чем я хотел поведать, кому интересно, познакомиться со всей информацией более подробно с именами, явками, паролями уже непосредственно в издании. Да, это второе, кстати, издание подобного рода. Мы давно сотрудничаем с издательством «Рахеодоксия». Алексей Александрович выпускает такую замечательную серию староверия храма общины регионы. То есть, как раз такие небольшие книжки, посвященные каким-то вот локальным старообрядческим общинам, их истории. И в этой же серии выходило еще одно издание три года назад, если не ошибаюсь, это «Старообрядческое применение», где описывается история староверия Бронницкого яма и окрестных издевений Зови Мсты. Действительно, там тоже очень в свое время было сильно старообрядческое движение. Ну и вот, скажем так, продолжающее такое издание. Возможно, какое-то время, через какое-то время появится у нас возможность и третью, и четвертую книжку эту историю издать. Илья, вы как-то будете раздавать у вас несколько экземпляров? Да, у меня несколько экземпляров. Конечно, я хотел бы, во-первых, в библиотеке передать нашей родной, которая все это организовала. Мы надеялись. Ну и после того, как все здесь у нас закончится, пожалуйста, подходите, спрашивайте, все предоставлено. Кто первый подойдет, тот и да. Спасибо. Спасибо. Дорогие друзья, вот духовные стихи, которые были заявлены, вот, кстати, Илья тоже участвует в исполнении духовных стихов, но вот он оказался в одиночестве, поскольку участники тоже, к сожалению, приболели и не смогли быть. Ну, мы сейчас объявляем 15-минутный перерыв, кофе-брейк, вот здесь, на этом же этаже, на втором мы, опять же, следуя правилам, вас разводим на два места в отделе искусства и в кабинете директора, там помечено, какие секции, куда идут. Ну, потом напоминаю, первая секция «История» будет здесь, Илья ее возглавляет и секция «Словесность» Дарья Борисовна в малом зале. Все отдыхайте и возвращайтесь. Спасибо. Спасибо.